приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как легко скрыть файлы и каталоги в линуксе поэтому если вы на месте если вы готовы напишите в чат плюс ну или в комментарии а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет cdcom и мы помогаем студентам начать эти карьеру а те специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леон инбайдуем обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемо лучшему поэтому присоединяйтесь и так коллеги что вам понадобится для успешного выполнения сегодняшнего мастер-класса первое я приготовил для вас статью в нашем блоге соответственно вам не нужно будет всматриваться в видео тормозить его ставить на паузу а вы можете легко воспользоваться control c control v ну и как бы поэтому переходите по ссылке ссылку на статью вы найдете под этим видео в описании в комментарии поэтому открывайте и поехали второе что нам понадобится это терминал но вот linux у меня есть терминал есть поэтому давайте как говорится тренироваться ну и традиционно начинаем с теории коллеги что важно то что иногда бывает так в жизни что нужно скрыть какие-то файлы какие-то каталоги ну и вот возникает вопрос а как это сделать в линуксе да и вот сегодня мы как раз об этом поговорим ну и традиционно будем использовать стандартные системные возможности утилиты ничего левого вот прям в любом линуксе все это дело можно выполнить так что присоединяйтесь и так едем дальше значит что мне нужно для этого что все это дело сделать значит первое нужно разобраться в том как вообще смотреть файлы в линуксе для этого есть команда л.с. л.с. это это лист да вот ну наверняка вы с этой командой работали л.с. может выглядеть вот таким вот традиционным способом выводить содержимое да но можно сделать полный формат или длинный формат л.с. минус л и вот пожалуйста я вижу те файлы в папке которые в каталоге которые меня здесь вот в моей домашней директории присутствуют соответственно как увидеть скрытые файлы и каталоги для этого для этого есть опция минус эй и так л.с. минус эй и соответственно обратите внимание то что ну или л.с. минус эй и соответственно если вы посмотрите то здесь у меня уже появились файлики которые начинаются с точки с точки да с точки ну и кстати директории тоже вот есть с точкой да соответственно что это дело означает это означает что в линуксе скрытые файлы и каталоги имя их начинается с точки начинается с точки что это значит для вас конкретно это означает что вы можете по сути взять переименовать любой файл любую любую папку так чтобы в начале имени стояла . и как результат этот файл это каталог у папка у вас будет скрытая ну а для этого нужно воспользоваться командой м в м в этом of переместить то есть мы по сути должны переместить или переименовать как это более правильно переместить наверно вот и таким образом мы скроем тот или иной файл и так вот у меня есть файлик который называется текст текст т вот хочу его скрыть как мне его скрыть на давайте еще раз колес минус l вот у меня присутствует файл это соответственно здесь умеет 33 файла текст с большой буквы с маленькая и вот тут середине x большая да то есть вот три файла текст как не скрыть эти файлы летом не нужно их переименовать так чтобы вот в начале было у меня . да ну или а вот есть файлик у меня 123 txt да давайте я его скрою и так для этого воспользуемся командой м в и так делаем м в дальше пишем исходный файл вот дальше новое имя .123 . txt и так переместили на переместили дальше перемещаем дальше текст текст т.т.т.т.т. переместил перемещаем дальше текст с большой буквы дам с большой буквы превышаем текст 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 и да ну и последний файл который мне осталось переместить м в т.к. ст.т.т . точно такой же файл только уже с с точкой в начале имени в начале имени да вот так вот и так переименовал я четыре файла. Смотрим содержимое. Clear. Так, давайте очистим. Итак, ls-l. Вуаля! Нету файлов. Нету файлов. Вы скажете, как их увидеть? Еще раз, как увидеть? Для этого есть опция минус a. Итак, делаем ls пробел минус l a, l a и, соответственно, вот я нажимаю Enter. И здесь появились все мои скрытые файлы. Итак, 1, 2, 3. Теперь посмотрите, спереди стоит точка. То есть, файлик есть. Дальше, то же самое касается и текстовых файлов. Вот они. Все у меня три штуки здесь присутствуют. Ну, и в имени, в начале имени у меня идет точка. И таким образом получается, я это дело все скрыл. Легко, легко, просто, просто. Итак, коллеги, в кого получилось, как у меня что-нибудь там у себя скрыть, напишите, пожалуйста, в чат, напишите в комментарии цифру 1. Это означает, что вы супер, пупер, молодец. Ну, а мы движемся дальше. Итак, движемся дальше, 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 дальше. Что у нас по статье? Как же скрыть с помощью графического интерфейса? Да, то есть, мы это дело все с вами только что скрывали в командной строке, в баше. Ну, а теперь возникает вопрос. А у меня нету баша, я вообще команды не знаю. У меня есть графический интерфейс пользователя, как же мне скрыть? Ну, очень просто. Вот, собственно, у меня есть тоже графический интерфейс. Я захожу в папку documents. У меня в documents находятся вот таких вот три файла. И, соответственно, я хочу какой-то из них скрыть. Что нужно сделать? Точно так же, коллеги, нужно переименовать файл и спереди поставить точку. Ну, вот у меня есть тут какой-то файл hello.sh. Я на него нажимаю. Здесь есть properties. Вот. Ну, или можно вот здесь вот есть rename. rename, да. То есть, можно просто нажать rename. Можно нажать properties, свойства. И спереди дописать точку. Ну, я выбрал свойства, да. Спереди нажимаю точку. И, соответственно, нажимаю enter. Мой файл переименовался. Закрываем свойства. Херак. И файла больше нет. Файла больше нет. Где он делся? Правильно, коллеги. Он скрытый. Итак, давайте перейдем. Значит, давайте перейдем в папку documents. Документ. Итак, я перешел в папку documents. ls-l. Видим, что файлика моего нету. Скриптового файлика меня нету. Теперь смотрим другим способом. ls-la. a это all. Все файлы показать. Итак, я вижу, что мой hello.sh есть. Но единственный важный момент то, что спереди имени здесь присутствует точка. И вот поэтому он стал скрытый. Как его теперь сделать, чтобы он опять появился? Как мне его сделать? Правильно, коллеги. Переименовать. Только переименовать придется уже вот в командной строке. Итак, mv.hello ну и дальше пишем hello.sh да. Соответственно, enter. Вот ls-la. Вот он у меня присутствует. Тоже есть. Да. Значит, ну и я убираю терминал. Пожалуйста, он у меня опять появился в графическом интерфейсе. То есть, вот таким вот образом вы можете в GUI скрыть файл, ну и потом его опять показать. Показать. Ну что, здорово. Едем дальше. Следующий вопрос. Как спрятать каталог? Каталог можно ли спрятать? Коллеги, да, можно спрятать каталог. Для этого нужно таким точно же способом переименовать и, соответственно, спереди поставить точку. Я не думаю, что это сложно, поэтому этот пример показывать вам не буду. Едем дальше. Значит, следующий момент. Вы скажете, так это такая защита. Сейчас обязательно кто-то там в чат в комментарии напишет. Что же это за скрытие такое? Любой маломальский системный инженер, который закончил курсы Linux с нуля, легко сможет обнаружить все эти файлы. Можно ли как-то запаролить? Можно ли на файл поставить пароль? Да, коллеги, можно поставить пароль. Для этого мы воспользуемся утилитой GPG. Соответственно, с помощью этой утилиты мы можем запаролить. Итак, поехали. Я нахожусь в папке documents. Здесь я хочу запаролить файл display.txt и, соответственно, или давайте hello, hello, hello.sh. Соответственно, давайте мы его запаролим. Итак, давайте мы его посмотрим содержимое. Hello.sh. Пожалуйста, здесь у меня пингвин говорит hello. Соответственно, я вот хочу запаролить этого самого пингвина. Поехали. Для этого пишем GPG пробел минус c, ну и название файла. Hello.sh. нажимаем Enter. Дальше система говорит Enter Pass фразу, введи пароль какой-то. Я увожу пароль, вот нажимаю ОК. Дальше пароль нужно подтвердить. ОК. И, соответственно, пожалуйста, все у меня уже произошло. Итак, смотрим ls-l. Я вижу то, что у меня появился файлик hello.sh.gpg. Что это означает? Это означает, что если мы посмотрим его содержимое, вот, то, соответственно, он будет скрытый. Он будет вот с такими кракозябрами. Ну, то есть, он стал зашифрованный. По сути, да, важный момент, то, что файл стал бинарным, и если вы его начнете смотреть в терминале, то у вас может вообще сломаться терминал. У меня, собственно, видите, что-то сломалось. То есть, этот файл смотреть нельзя. Он бинарный, и он вот вот зашифрованный. Зашифрованный, да, то есть, вот таким вот образом вы можете с помощью GPG это дело все зашифровать. Так, ну что, едем дальше. Если нужно расшифровать, да, давайте я теперь удалю. Значит, ls-l, вот у меня есть мой файлик hello.sh, я его удаляю rm hello.sh, проверяем ls-l, уже у меня нету файла hello.sh, теперь давайте я попробую все это дело расшифровать. Расшифровывается точно так же gpg, только никаких аргументов, просто в качестве аргумента указываете ваш файл gpg. Итак, hello.sh-gpg, нажимаем enter, вот ну и соответственно вот должно все расшифроваться, да, вот все у меня пожалуйста расшифровалось, расшифровалось, вот это дело все, файлик опять у меня появился. Ну что, здорово, здорово. Так, сейчас кто-то скажет где пароль, пароль сохраненный был, поэтому в этом все легко получилось. Итак, едем дальше. Вы скажете, окей, хорошо, если файлов много, если файлов много, то каким образом это дело все сделать, коллеги, для этого нужно уже использовать архив. Ну вот в качестве архива можно использовать zip, например, поэтому давайте тоже воспользуемся и сделаем архив с паролем, с паролем, соответственно содержимое будет зашифровано. Итак, ls-l, вот у меня есть такие файлики, display, hello, ну вот я хочу их как бы поместить в архив два файла и зашифровать. Для этого давайте воспользуемся следующей командой zip, дальше минус re, а у меня zip наверное не стоит, давайте посмотрим, zip стоит, по умолчанию стоит, и так, еще раз, zip минус re, вот, дальше название файла, файл.zip этот, который у меня будет создан, ну а дальше я указываю какие файлы я хочу туда передать, соответственно, что у меня там, какое содержимое у меня есть файл display, display text, и есть файл hello вот эти два файла я хочу добавить в архив с паролем, и так, нажимаем enter, ввожу пароль, так, повторяю пароль, так, и пожалуйста, все у меня добавилось, да, причем, ну, добавилось сжатием, почему сжатием, потому что текстовые файлы, они хорошо сжимаются, вот таким образом это дело все произошло, так, ну что коллеги, я добрался до конца статьи, у меня, собственно, все получилось, если у вас все получилось, как у меня, пожалуйста, напишите цифру 2 в чат, это означает, что вы супер-пупер молодец, ну, и что вы освоили технологию скрытия файлов и каталогов в линуксе, если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, нравликом, подобайкой, ну, а если для вас интересна тема линукса, сети, кибербезопасности, программируемых систем, коллеги, я вас приглашаю к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания в формате learning by doing, вот так вот просто я делаю, вы повторяете, на выходе вы получите международные сертификаты и, что важно, мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании, поэтому подавайте заявочки, ну, и будем двигаться вперед. А на этом все, ассалам алейкум, мирному вашему, берегите себя своих близких, несите тяготы друг друга, помните, что сила в единстве, поэтому если что-либо у вас не получается, то пишите комментарии под статьей, под видео, пишите в мой личный ватсап, пишите на почту, все, что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. На этом все, до свидания.